Добрый день! Я как-то уже упоминал о многочисленных нестыковках официальной истории с историческими фактами, документально подтвержденными в различных летописях, хрониках, написанных как у нас в России, так и на Западе. Сегодня мне хочется разобраться с историческим событием, имеющим огромнейшее значение на все государственное устройство России. Это крещение Руси. Хочу сразу предостеречь от просмотра этого обзора людей, глубоко и фанатично верующих. Также хочу сразу заявить, что моей целью является так называемое историческое расследование в рамках существующих документальных подтверждений тех, либо иных теорий. И ни в коем случае я не хочу кого-то обидеть или оскорбить. Очень большую работу по освещению этого события провел Александр Александрович Буршков. Ну и не только именно этого события. Своей серии книг «Россия, которой не было». Кому будет интересно, сможет потом почитать эту книгу. Она издавалась и в классическом бумажном варианте. Также она размещена на многих ресурсах в электронном виде. Самое главное, что в своих исторических трудах Александр Александрович как раз показывает необходимость изучения любого исторического факта с разных точек зрения, включая непопулярные и забытые исторические труды историков прошлого. Начну с того, что мы знаем об этом событии из официальных современных источников. Вот как пишет о времени правления князя Владимира наш современник в своих лекциях по истории русской церкви Владислав Петрушко. Взошедший на княжеский престол Владимир в начале своего правления был язычником. В силу обстоятельств он пришел к власти именно в качестве лидера языческой партии. До сих пор различные племена, населяющие Русь, поклонялись своим местным богам. Варяги почитали одних, славяне других, у финнов были третьи. Правда, часто они заимствовали культуры друг друга, но никакого единообразия в языческих верованиях на Руси не было. Владимир же повелел собрать воедино всех языческих богов и создал общий языческий пантеон, своего рода Русский Олимп. Вот так дословно пишет господин Петрушко. Его лекции основаны на данных некого летописца. Имени его он не называет, но вероятнее всего опирается он на всем известные летопись Нестора. Вот небольшое отступление. Каждый из вас наверняка в жизни сталкивался с различными курьезами пересказов соседей или друзей каких-то событий, участникам которых они не были, а вы напротив принимали в них участие. Вот скажите, всегда их рассказ полностью соответствовал действительности? Конечно нет. Вот лично у меня был такой случай. Я лежал в больнице, и ко мне в палату зашла медсестра. Меня как раз на тот момент не было в палате. И спросила моих соседей, где я, если кто меня увидит, то передать, что она меня искала, чтобы я ее обязательно нашел. Дальше интереснее. Один из моих соседей знал, где я, и решил передать мне слова медсестры. По дороге он встретил нашего общего знакомого и спросил, не видел ли он меня. На что тот поинтересовался, мол, что за срочность такая. На что добровольный помощник медперсонала сказал дословно, его сестра искала. Ну, видимо, посчитав, что и так понятно, что медсестра. Ну, каково же было мое удивление, когда этот товарищ, увидев меня, сказал что-то вроде, «Где ты был? К тебе сестра пришла? Мы тебя тут все обыскались». Вот. А сестры-то у меня отродясь и не было. Вот этим простым примером я хотел показать, как меняется смысл простого посыла, простой фразы, если ее носитель не совсем корректно поделился ей с кем-то еще. И до нас она доходит не из первоисточника, а в пересказе. Она заставляет поверить в подлинность описания и мотивов какого-то события на основании летописи, написанной одним человеком и, скорее, даже не видевшим в жизни князя Владимира, да еще и писавшего ее неизвестно когда. Еще один пример, более приближенный к времени нашего исследования. Давайте вспомним вещь его Олега. О дате его смерти нам говорят две летописи, а дальше судите сами. По первой из них, лаврентьевской летописи, умер сей князь в 912 году и похоронен в городе Киеве на горе Шиковицы. Согласно же новгородской летописи, князь Олег почил в 922 году в городе Ладоге, где и похоронен. Если принять во внимание, что обе летописи, несомненно, подлинные, то сам собой напрашивается вывод, что ни в коем случае нельзя отвергать один из документов, считая его заведомо ложным, и отдавать предпочтение другому. Я настаиваю на том, чтобы вы отметили для себя этот момент, чтобы в следующий раз я мог просто сослаться на него и не объяснять все заново. Вернусь к цитате господина Петрушко. До сих пор различные племена, населявшие Русь, поклонялись своим местным богам. Варяги почитали одних, славяне других, у финнов были третьи. Правда, часто они заимствовали культуры друг друга. Но никакого единобразия в языческих верованиях на Руси не было. Вот это, видимо, тоже слова того же летописца, либо крайне безграмотного, либо домыслы самого автора этих лекций. Вот объясню. Во-первых, на землях, находящихся рядом с землями русов, жили славяне. Со всех сторон жили славяне. С устоявшимися верованиями, которые восходят к общим предкам, населявших ранее эти земли. А во-вторых, ну, как-то, на мой взгляд, некорректно называть племенами народ, имеющий многовековую историю. Развитый для того времени ремесла, натуральное хозяйство, объединенный в единое государство и имеющий свою письменность. Так как же на самом деле была крещена Русь? Ну, вот опять классическая версия этого события начинается с крещения княгини Ольги в Константинополе, или Царьграде, как его называли в те времена на Руси. Крестным отцом ее якобы был сам император. Даже есть версия, что он, пленившись красотой русской княгини, даже предложил ей замужество, которое Ольга дипломатично отклонила. Вернувшись в Киев, княгиня не смогла убедить своего сына Святослава обратиться к вере. Он, как и его сын, Владимир, оставались язычниками. У Святослава был еще один сын, причем старший, который он оследовал впоследствии княжий престол, Ярополк. Он, как раз, был сторонником христианства. Но, как раз, он и был убит по приказу Владимира в борьбе за княжий трон. После прихода к власти Владимир решил укрепить государство посредством единой веры. Для принятия решения, какую веру избрать, он призвал к себе послов от камских болгар, от немецких католиков, от евреев и от греков. И каждый расхваливал свою веру, посоветовался с боярами. Они ему сказали, всякий свою веру хвалит, а лучше послать в разные земли, узнать, где вера лучше. Владимир послал десять самых умных бояр к болгарам, немцам и грекам. У болгара они нашли бедные храмы, унылые молитвы, печальные лица. У немцев много обрядов, да без красоты и величия. Наконец они приехали в Царьград. Император узнал об этом и решил показать русским служение патриарха. Вот как описывается это событие. С патриархом служило множество духовенства. Иконостас сиял в золоте и серебре. Фимеам наполнял церковь. Пение так и лилось в душу. Внешняя красота и величие, роскошь и богатство поразили и восхитили боярскую комиссию. И когда они вернулись в Киев, то сказала она Владимиру. После сладкого человек не захочет горького. Так и мы, увидя греческую веру, не хотим иной. Ну что ж, быть посему, выбираем христианство, сказал Владимир. Это я пересказал вам официальную экономическую версию истории Крещения Руси. На этом я свой обзор заканчиваю. Продолжение смотрите в следующем. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Продолжение следует...